Девушки отдыхают 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 Это очень хорошо. Вообще, всегда большие вещи начинаются с молодых. Последний вопрос, если можно. Скажите, что для вас приоритет все-таки нашествия или чертовой дюжи? Довольно трудно. Я думаю, что все-таки нужно спрашивать молодых ребят, что для них приоритет нашествия или чертовой дюжи. Ну, это же разные совершенно стерчатки, потому что мы с вами прекрасно знаем, что это премия. И музыканты являются здесь, конечно же, прекрасным обрамлением и самой премией. Но, на мой взгляд, важна сама премия. Те люди, те группы, которых награждают или не награждают, это важно. Ну, то есть, вот так выглядит любая премия. Музыкальная, генетографическая, театральная, какая угодно премия. Ну, предположим, премия в области искусства. А рок-фестиваль, это рок-фестиваль, это веселое, беззаботное времяпрепровождение. Это здорово, хорошо. Вот и все. Поэтому я бы не стал сравнивать одно с другим. Это две вещицы, но обе прикольно. Да, пожалуйста. Ну что, пойду я. Давай, Володя. Это сын, Володя, сын Анатолия Крупнова. Он дипломат, между прочим, дорогие друзья. Вот, он работал в Италии. И вот он скажет вам сейчас несколько слов. Задавайте девушке вопросы. Я здесь, я здесь. Если можно, очкись. Нет, конечно, я это не сделаю даже для отца. Расскажите о ваших ощущениях. Ну, ощущения невероятные. В первую очередь, поскольку это касается моего отца. Это подтверждение того, что мой папа и друг Игоря Ивановича делали действительно что-то стоящее в своей жизни. Вот, за что был, собственно, граждан данной наградой. Поэтому, больше и меньше. А само ощущение от мероприятия? Очень празднично, людно, очень тепло при этом. А сами вы занимаетесь музыкой? Нет, сам нет, к сожалению, нет. Ну, единственное, караоке иногда поют. Как все мы, да? Молодец! Молодец! Что поете в караоке? Фрэнк Сенатур. Отличный вкус, да. А реклама отца знаешь? Честно говоря, больше, наверное, Игорь Иванович. Нет, конечно, отца знаю, да. Помню иногда, поем, караоке, но в том числе и Игорь Иванович. Спасибо вам. А не было желания пойти в зал и послушать именно как зритель, кто выступает, кто поет? Очень большое было желание. И, к сожалению, у нас не получилось. Но в зале мама. В зале мама, да. Мама потом расскажет, мама очень у нас внимательная. Игорь Иванович. Да, да. А сами на какую музыку почитаете? Мы уже поняли, что Сенат. Ну, конечно. Да. Честно говоря, я без принцы в своем плане музыки. Мне вот нравится там Мот и До. Это может быть Мот и Крю, может быть Рамштайн, может быть какая-нибудь Попса. Типа ранний Бритис Кирс. Тоже отлично. Ну почему нет? Да, это правда. А по мнению вручения в ремии не волновались? Про них как не волноваться, насколько народ честно говоря. Я вот впервые на этот призыв. Поступал перед таким, такой массовой аудиторией. А почему вы сейчас дали премию? Ну это не ко мне вопрос, наверное. Ну как вам кажется? Это актуально до сих пор? Почему именно сейчас? У вас нет несколько человек. Чем актуально сегодня? На мой взгляд, если вы... Вы знакомы с музыкой? Нет, с музыкой, конечно. Мне хочется ваше мнение узнать. Как вам кажется? Ну просто мой ответ, он перетекает... Павкакс это актуально сейчас? На мой взгляд... На мой взгляд, песни моего отца, они актуальны, песни моего отца. Они актуальны как сейчас, так и 10-20 лет назад. Так они будут актуальны через 30 лет. Потому что это философия, это смысл... А что это за философия? Смысл жизни? Ну, каждый раскрывает его сам по себе, мне кажется, это для себя. Мне кажется, тогда было, когда ваш отец был супер популярным, было очень сложное переломное время для нашей страны. А сейчас это никак не взаимосвязано. Ну вы не смотрите на эмоциональную историю. Я спрашиваю. Не-не, я отвечаю. Актуальны. Вы посмотрите вот на смысл текста. Каждый, прочитав или прослушив этот текст, он найдет какие-то ответы для себя. Что 30 лет назад повторили, что сейчас. Игорь Иванович, знаете, у вас есть мыльные, почему актуальны, чем актуальны на сегодня премия Крымова? Ну, почему актуальны? Ну, я уже, кстати, здесь за стеной по этому поводу сказал. Довольно странный вопрос, знаете ли, вы задаете, потому что почему актуальна музыка Моцарта? Я жду, конечно же, награды для моей любимой группы B2, с которой я, собственно, сегодня выступаю. И выступаю в формате B2 с симфоническим оркестром. Здорово. А есть ли у вас только фавориты? Ну, конечно же, это B2. А кроме B2? Ну, у меня много фаворитов. Это будет очень длинный список. Но сегодня для меня это B2. А из солисток? Диана. Как у вас ощущения от премии? Я очень рад за коллег. Вы можете сравнить атмосферу первых дюжин чартовых, как премий, и вот нынешний, 10-й юбилейный? Ну, в хорошем смысле премия так обуржуазилась. Ну, в хорошем смысле, что она как бы стала так всю солененькой, красивая. Все. Ну, действительно, это уже достойно. Не стыдно привести... Тещу не стыдно привести на такую... Не переживаю. Потому что мы в паре номинации там есть все-таки. Понимаю, что, наверное, вряд ли, но переживаю. Да. Если вы фаворите. Ну, вы фавориты, да. А вот по мере... Потому что, действительно, концерт, который у нас номинирован, он действительно хорош. Э. Э. Достоин этой премии. Я, конечно, переживаю за тех, музыкантов, с кем я знаком, дружен, потому что всегда приятно, что твои друзья отхватили какой-то кусочек сладкого пирога. Поэтому все, кого я знаю, конечно, я буду переживать за них. Мне очень хотелось бы, чтобы что-то получили ребята из Габриэльи, потому что они очень милые парни. И мне кажется, что это было бы очень правильно. Премия сразу приобрела бы международный такой статус. А вот что бы вы пожелали молодым музыкантам, которые еще не номинированы, но очень хотят попасть? Ну, как говорил Борис Борисович Гривенчаков, молиться и поститься, чтобы получили с премию свою. Да и не заниматься своим делом, делать не в премиях. Мы же все, ну я так надеюсь, что они взяли руки гитары не для того, чтобы получать премию, а для того, чтобы получать удовольствие. Получить удовольствие, а остальное все придет. А даже если не придет, то вы просто получите удовольствие. Спасибо, я желаю купить премию на суши. Что вы ожидаете от этой премии? А я уже вручил премию. Каким-то людям, которых я знал давно, как клоунов, они стали музыкантами, забрали у меня лучше, чтобы было эту премию. Я сам отдал лично сейчас руки в группе Шляпники. Вообще, очень рад выступать с группой АВЕ. Это такой праздник у меня всегда. Так все позитивно. А почему? Ну, потому что мы улыбаемся постоянно. И мы хорошие люди. Вырезаем. Мне про это хорошо говорить. И еще будем закрывать концерт, потому что еще не вечер, у нас еще будет одна песня такая. Я говорю до свидания. Сейчас урок русского языка номер два. А есть еще какие-то фавориты у вас? Из кого? Из тех, кто здесь? Да, кто номинанты. Ну, как? Ну, вот Андрюша Макаревич, я знаю сто лет. Макаревич, я, конечно, буду его слушать обязательно, потому что эпоха Галинов, мост, естественно. А остальных я, в принципе, наверное, не очень знаю, потому что я сейчас что-то стал классик слушать. Возраст накрыло какое-то в Сибири, и старый рок опять начал. Вот этот старый махровый, там, иголочку, там, купился вертушечку, там, все. Сдул там пылиночку, и так пинк флорит поставил, и лег между колоночек, так, ладно. Все возвращается назад. Спрашивайте, отвечаем. Это компас? Разогнуть спину, вот, вот этот, между пятым и шестым, нужно как-то разогнуться, и не вот так вот играть, там, как бы хорошо, быстро не играли, а как-то вот так вот. Отдавать надо что-то, отдавать, а то начинают. Чтобы больше отдавали, играли, они хорошо, умеют делать шоу, любить людей, а не только смс-ничать, там, инстаграмить, и все. Далой пикси из театра Леха Фармос. Как круто, я закончил, да? Да, очень. Спасибо большое. Ожидал, что выйду на сцену, и будет куча народу, и на сцене будет куча народу приятного, с которыми редко видимся. И все это случилось, все это объединилось в одну прекрасную, длинную лирическую песню на стихе к орбитцам. А что для вас вообще чертает? Одна из главных премий рок-н-ролльных. Есть ли у вас фавориты среди номинантов? Честно говоря, не знаком с номинантами. Кто там? Ну, фавориты... Ну, для себя я главный сам себе фаворит, понятное дело. Разделяю между собой первые десять мест. Ну, спорим все время, договариваемся, как-то делаем, друг другу проплачиваем. Там каждый раз первое, второе, третье место. Сам себе плачу деньги, чтобы... Вот, и, собственно, как-то так. А вот атмосфера 10-й юбилейной чартовой дюжины отличается от того, что раньше было? Вот, лично для вас. Вспомнить бы, что раньше еще было. Чувствуется, что ты юбилейная, 10-я что-то была. Да, очень серьезная подготовка и много мигающих экранов светящихся. И, я так понимаю, даже по народу как-то больше народу сегодня, чем вот в последний раз, когда я был, не помню, а в 11-м или в 10-м году. Все-все-все-все-все-все-все! Привет! Все, так. Всем привет. Да. Как у вас ощущения от юбилейной премии? У меня пока нет еще ощущений, мы не выступили. Все зависит от того, как мы выступим. От организации. Ну, это же чувствуется, что это юбилейная премия? Да, салата оливье раз в 10 больше, чем было на первой премии. А есть у вас фавориты? Фавориты? Кроме вас. Я, честно говоря, даже не ознакомился с афишей. Ну, наверное... Сейчас это Дуня смирнул. Алло, Дуня, не могу сейчас говорить. Давай, я сейчас перезвоню. Что бы вы хотели передать вашим фанатам? Благрамм курса. У меня такого нет. Я бы хотел передать фанатам. Не фанатеете ни в коем случае. Да, нужно относиться ко всему спокойно. Без лишних эмоций. Только к женщинам нужно относиться неспокойно. У вас с праздником, кстати. Всех с праздником. С праздником, да. Получить 23 февраля никакой новости стих не написали? Не было времени. Я сегодня летел на самолете из Санкт-Петербурга. Мы буквально прилетели. Я дописывал новую песню. У меня были другие несколько задач. Сергей, а вот вопрос не по премии, а по поводу вашего предстоящего концерта. У вас же группа тоже юбилей. Что-то готовите такое интересное для своих поклонников? Готовим. Мы реанимируем совсем старые песни, делаем новые аранжировки, репетируем бесконечно. В общем, в трудах надеюсь, что все будет круто. Спасибо. Очень надеюсь. Сергей, а кого бы из коллег вы бы послушали или кто вам понравился сегодня? Дело в том, что, понимаете, у меня нет коллег. У музыкантов как? Я не музыкант. Как? Ну, так получилось. Я не знаю. Вы художник? Музыкальное его слово? Скорее. Я скорее человек-контент, понимаете? А поменялся ли контент группы Ленина? Конечно, контент меняется всегда. Меняется контекст, а от этого меняется контент, даже если его не менять. Спасибо, мне кажется, все, да? Спасибо, ребят, всем удачи. До свидания, скажите подписчикам. До свидания. Как вам ощущения от премии? Все хорошо, на улыбке, с добром. Все правильно. Вы готовы в следующем году быть номинантами? Главное, чтобы к этому были готовы руководство нашего радио. Вы же работаете, чтобы... Мы готовы всегда. У нас, как советское детство, мы чуть-чуть пионеры, поэтому готовы всегда. У вас есть фавориты на этой премии? Не создай себе кумира. Фаворитов, конечно, нет. Вообще, как бы, никому даже, ну, чтобы симпатия какая-то, чтобы вот он бы победил, взял бы заветный диск. Так нет, у меня дело в том, что, ну, у меня, в принципе, симпатия к музыкантам, я считаю, это достойным вообще занятием. Хорошее дело писать музыку, играть, это объединяющее дело. Поэтому я, ну, одинаково уважительно отношусь и одинаково симпатии ко всем участникам приятия. Мы только что со сцены, и сейчас приходим в себя, осмысляем свои ощущения. Это ваше первое выступление на чартовой, да. Как вам организация самого мероприятия? Хорошая. Вы очень многословны. Как обычно. Вы, видимо, отходите от шока, правда? Эмоции много получили от зрителей? Шокирован человек, что вы представляете? Нет, ну, а вы какие эмоции спитаете? Только положительные, здорово. Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом радио. Что бы вы пожелали молодым музыкантам? Молодым музыкантам писать хорошие песни и не зацикливаться на радиоэфирах, вот так вот скажем. Здорово, что кто-то попадает на радио. Наверное, все рок-музыканты этого хотят, но это не самая главная в жизни. Пишите хорошие песни, все, и давайте классные концерты. Спасибо, Ласка. Спасибо большое. Хочу выразить респект, все, вы получили в моем лице своего чувака, вообще, очень круто. Когда люди с такими лицами читают стихи, верят, что на земле будет все хорошо, и Россия непобедима. Вообще, шикарный коллектив, я первый раз слышал ребят, если мое мнение кому-то интересно, считают, что они самые крутые вообще. Ну, вообще, поздравляю. Спасибо. Да, да, самому. В общем, маму не говорит, ура, поздравляю. Вот, все. Ну, сфотали нас, вот, в общем, получилось. Назад, шаг, назад, шаг, назад. Да, какие молодцы вообще-то. Назад, шаг. Выкучнее, можно? А сюда, пожалуйста. А я Цою запигачил сперва. Да, пожалуйста. Я его купил. Наше радио. Да, красавица. Все, пока. Пока. Спасибо большое. Мы очень скромные. Все артисты разбежались, которые принимали участие в этом хоре. Все артисты разбежались, которые принимали участие в этом хоре. Вы прекрасно. Прекрасно. У нас, по-моему, мы не все премии получали. На самом первом премии, по-моему, были, я могу припомнить. Но сегодня две получили. Вот за «Аптисты на подоконнике» неожиданно, конечно, для нас приятная неожиданность. И, как я уже сказал, благодаря, конечно, вот, Лёшке Могилевскому, Боеве Шахыну, Дине Арбинину, Насте Полевой, Найку, Муси Татибадзе, Михаил Карасёв. Режиссер Игорь Шмелев, который тоже из Катеринбурга. Одевала на своем клипе замечательная Аня Чистова, которая тоже из Катеринбурга. И все это посвящено Илье Кормецову. И выгалкивает. Я надеюсь, что она слышит там наверху. А были ли у вас фавориты? Попов. Ну, не знаю, на премии. Ну, как-то у нас нет времени этим. Занимаюсь музыкой, занимаюсь. Нет, отлично, мы сегодня очень много друзей встретили, прекрасно. Компания. А отличается ли эта юбилейная чарства «Джунжна» от руки? Масштаб. Отличается масштабом. Красиво. А самое главное, чтобы была сцена в колонке и публика. И эта любовь к нашим поклонникам. Благодаря им происходят с нами всякие интересные метаметры. Ну и спасибо нашему радио. Да, конечно, спасибо нашему радио. Единственному рок-неравнему радио в стране. С которым мы уже рядом идем плечо к плечу. Вет 16. Вет 16, да. Что бы вы пожелали молодым музыкантам? Пойте, дерзайте. Записывайте песни. Показывайте друзьям, коллегам, девушкам. И ваши жители участвуют. Да. Спасибо. А по поводу Икар Мельцева. Есть у вас какие-то любимые стихи у этого автора? Может быть, что-то необычное открыли в работе над Иллюминатором? Альтизм на подоконнике самое необычное. Потому что я этого текста вообще не знал. Я еще долго не послушал Иллюминатор проект, но я думаю, что там очень много интересного. И как Леша, как культуролог, обнаружил, что этот текст, потому что мы не знали, какого года этот текст статируется, где-то вторая половина 80-х. Можно так? На самом деле, Кормильцев с этой песни, вы сегодня слышали, придумал манту. В этой песне главная одна фраза. Это «Город слишком мало для твоей любви». А Карасев это обрел в музыку, ну а мы это донесли. И можно не слушать о чем куплеты, но припек говорит обо всем. Спасибо огромное. Спасибо. Главное, что личности стать этой музыкой. Это и есть настоящий рок. Личности, которые здесь очень большие люди. Ну, для меня, для, ну, то есть, кто-то из них, там, прям, герои моего, моей юности, да, люди, которые меня, ну, радовали в свое время. Испытаю большое уважение и честь выступать с ними на одной сцене. А что вас с подлинным моментом участвует в чем-то движение? Меня заставили. Спасибо. Ну, заставить по-другому можно. А что радио вас угнетает? Нет. Оно мне принадлежит. Как оно может? Согласен. Вот, на самом деле, ну, просто предложили, я всегда так, ну, знаю и не поклонников русского рока, да, так особо старался никогда не прикасаться к святому, да, потому что любое появление там где-то всегда так волнительно, да, для фанатов русского рока, поэтому... А рот жив? Рок, он еще не родился, вот в чем все дело. В этом его, в этом его крутость. А рыба вообще не существует. Это миф. Это миф. Согласен. Согласен. А что вы пожелаете молодым музыкантам? Молодым музыкантам не быть злобными говнюками, как вот этот дедуля, который задавал вопрос. Ну, быть добрее, быть добрее, потому что за пломбом, кичом, инфантильной интеллигентностью, да, изобретательностью в формулировках стоит просто какая-то грусть. Не будьте грустными, как вот этот дедуля, который пытался задавать космические вопросы, которые нам задавали в девятом классе, пытаясь вести нас в ступор и обескуражить. Будьте добрее, улыбайтесь больше. Это же весело, это же рок, это же не, как говорил Бах, больше улыбок, и мы будем звучать интереснее. Как вам ощущения от чакки? Очень сумбурно. Я неожиданно для себя получила премию в номинации «Солистка», что, конечно же, приятно. Спасибо большое. Вот, поэтому, ну, если цензурно сказать, я немножко офигевшая. А были ли у вас свои фавориты? У меня были, конечно же, свои фавориты, то есть, в частности, при том, что мы номинировались в номинации «Альбом» с альбомом «Химера» и очень надеялись на победу, если бы мы проиграли с плену, с ключом к шифру, я была бы только рада. Мне очень нравится эта пластинка. То есть «Смир», получается, да? Да. Ну, и Борис Борисович, конечно же, в номинации «Солистка». А что бы пожелали девушкам, которые хотят играть в жанре «Року» в день в жанре «Жоп-часы»? Жоп-часы, так называемые. Заниматься каждый день. Обязательно, обязательно, строго обязательно заниматься вокалом. Если есть инструмент, то заниматься на инструменте. Каждый день. Как зарядку делать, как зубы чистить, никогда этого не пропускать. Соблюдать гигиену голоса – это то, чем мы работаем. Это наш рабочий инструмент. То есть это наша машина, это наш мотоцикл, это, не знаю, членная машинка. То есть никогда не стоит пренебрегать рабочим инструментом. И всегда нужно помнить, что талант – это 10%, а 90% – это работа. А ваши поклонников ожидают что-то? Концерты какие-то, ваши альбомы новые? Что-то именно ваших поклонников не касаемо «Чартовый дюжин». Концерты, конечно же, мы буквально завтра летим в Ставрополь. У нас ветка, которая идет по югу России, тур «Химера». В марте у нас будет ветка «Подмосковья». В апреле у нас Украина и большой концерт в Москве 22 апреля в Стадиуме. И в Петербурге мы играем в формате 36,6 13 апреля. Так что концертов достаточно много. Но при этом продолжается потихонечку и творческая работа. Мы как раз сейчас начали работу над материалом именно 36,6. Спасибо большое. Еще раз поздравляем вас с победой. Добрый вечер. Как ваши впечатления о самой «Чартовой дюжин»? Отлично. Я сегодня ее веду вместе с Сашей Пушным и Гошей Куценко. Поэтому я так себя чувствую. Но мне интересно. Мне интересно. И сегодня мы отпремьерили наш клип, который ждали два года. На песню «Очень хотела». И он уже пошел в YouTube, в YouTube, и 300 просмотров у нас за час. В общем, классно. Я сегодня в какой-то эйфории пребываю. И что касается состава участников, он мне тоже нравится. Здесь и молодые, 25-17, и «Машина времени», и «Князь». Ну, классно, все хорошо. А были ли эйфориты у нас вообще? Моя группа любимая. Это группа «Сплин». Ее сегодня нет. Поэтому я могу сказать, что я бы их с удовольствием послушала и посмотрела. А как принимал зал на юбилейный чар-радио? Да прекрасно. Но это же наши люди, наше радио. И нормально, отличная публика. И что бы вы пожелали молодым музыкантам, солистам? Играть? Что бы я пожелала молодым музыкантам? Неужели вы думаете, я бы пожелала чего-то сверхъестественного? В основе каждого дела лежит работа. Если вы думаете, что люди, которые выходят на сцену, просто на нее упали каким-то образом из космоса, нет. Их связывает огромное количество лет со сценой. И Шнурова, и Князи, и Горшенева, понятное дело. Это люди, которые не случайны здесь сегодня. Поэтому, ребят, впахивайте, впахивайте. Все будет. Спасибо большое. Диана Васильевна, последний вопрос. Все-таки юбилей, время подводить итоги. Что бы вы назвали главными событиями последних десяти лет, скажем, музыки российской или, скажем так, рок-н-ролл? Что-то вы загнули как-то. Слушайте, мне еще объявлять и объявлять идти. Я не могу отвечать на такие вопросы быстро. Слава Богу, что у нас рок-н-ролл, и то, что называется русским роком, не загнулось. Несмотря на то, что огромное количество невменяемых попсов, но при этом мы живы, мы помним того же Тулю Хрупнова, и помним Ильину Чижану, джемент, которого я только что встретила в коридорах. Поэтому самое главное, что случилось за эти десять лет, мы живы, понимаете, и музыка собирает олимпийские. Это очень классно. Ответила на вопрос? Не знаю. Да, я просто время-то вывезли. Слушайте, а вот есть такая девушка, Ольга Кузова, она поет? Да. Вы любите Ольгу Кузова? Послушаю, с удовольствием. Это хотел услышать. Вы любите ее песни? Мне же спрашиваю, она поет или нет? А, ну значит, будет шанс послушать. А, вы еще не слышали. А надо? Надо. Уверен? У вас впереди целая вселенная. Уверен? Пошли. Послушай, сейчас мы выйдем с тобой, и там тебя встретим в публике, которая может разорвать эти слова. Правда? Потому что у каждого жанра есть какие-то сакроны, они в принципе, и для каждого канала телевизионного тоже есть сакроны. Если ты здесь представляешь канал «Пятница», то это значит, что там все огалделые, любительницы Ольга Кузова. Только мы с тобой. Нет, я хочу спрашивать, но если я просто отвечаю, я же не буду, что я не садимся. Ну, мы с тобой полюбим или притворим в музыку. В честь 23 лет. Не знаю, надо слушать эспирацию. А ты обредительный? А зачем пришел? Ну, это послушать. Короче, подожди, стоп. Тинфонт мы закончили. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok